Необычно попасть в пространство, в котором существует, во-первых, абсолютная свобода прессы. Русские релаканты шутим по путевке от Владимира Владимировича, который приехал в 2022 году. Для меня удивительно, почему власти Кыргызстана хотят использовать российскую стратегию, имея уникальные конкурентные преимущества. Журналистика работает достаточно профессионально, если ее рассматривать именно как машину пропаганды. И тот же самый российский контент, он хромает из-за определенной однобокости. Очень здорово, что в Кыргызстане у человека есть возможность обозрить 3-4 разных мнения. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях Александр Канунников. Он работает на информационном портале Вести Ки-Джи. Гражданин России, релакант. Два месяца, как у нас в медиасфере. Новый человек для нашей журналистики. Здравствуйте, Александр. Крайне рад вас приветствовать. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Спасибо за возможность. Да, скажите, пожалуйста, вот вы работаете на аналитическом портале Вести Ки-Джи. Совершенно верно. Уже два месяца, да? Да, да. Да, уже адаптировались. Конечно. Честно говоря, поначалу было достаточно необычно попасть в пространство, в котором существует, во-первых, абсолютная свобода прессы. Во-вторых, да, было интересно познакомиться с особенностями кыргызстанской политики. Но, знаете, слава богу, что у вас, в принципе, есть профессиональная политика, которая предполагает какую-то конкуренцию от этого. И общество лучше, и новости посвежее, да поинтереснее. У вас очень интересная биография. Вы увлекаетесь, да, твердыми бытовыми отходами, научные материалы по этой теме писали. Но при этом, придя из России в Кыргызстан, вы начали заниматься журналистикой, да? Это очень интересно, как так произошло, почему именно медиасфера, почему именно Кыргызстан? Честно говоря, по поводу Кыргызстана ответить проще всего. Это мой третий визит в Кыргызстан. Первый раз я был в Бишкеке в 2002-2003 году. Дожил практически год, поскольку здесь работал мой отец. Я, будучи первоклассником, вместе с матерью приехал. И уже тогда абсолютно влюбился и в страну, и в город. Второй мой приезд был связан с посещением Иссыкуля в 2013 году. А мне понравилось еще больше. Это абсолютно уникальное место. Ну и, соответственно, да, как сейчас мы, русские релаканты, шутим по путевке от Владимира Владимировича, приехал в 2022 году. Ну, что могу сказать? Да, нет худа без добра. С одной стороны, конечно, было достаточно трудно принять решение о том, чтобы на какое-то время покинуть родину. Но, тем не менее, история журналистская была бы просто невозможна в Российской Федерации при текущих обстоятельствах. А в Кыргызстане получилось, так скажем, осуществить свою давнюю мечту. А, то есть вы мечтали быть журналистом? Честно говоря, в 2013 году, когда я поступал в университет, у меня была возможность выбрать любой факультет, любое направление. душа лежала в журналистике, но тогда хотелось каких-то полумер, наверное, пошел на компромисс, стал экономистом. В принципе, об этом не жалею, но, наверное, можно было бы к журналистике прийти гораздо менее тернистым путем. Ну, все, что не делается, все к лучшему. В Кыргызстане после, наверное, первой недели, так скажем, адаптационного периода сразу же встал вопрос о поиске работы, поскольку, ну, отвратительное свойство денег, они почему-то начинают кончаться. Ну, собственно, нашел работу в Вестях, очень интересный коллектив, было пробное задание, сразу стало понятно, что редакция интересуется в первую очередь политикой, ну, потратил несколько дней для того, чтобы понять, как здесь все устроено. Потом взяли в редакцию на испытательный срок, в течение, там, четырех дней я его прошел, ну, и с тех пор работаю, получаю невероятное удовольствие. Понятно. А вы искали специально работу, вы где-то размещались, получается? Совершенно верно. Мне порекомендовали использовать HeadHunter. Ресурс, да? Да, честно говоря, здесь он, конечно, не так широко развит, как в той же Российской Федерации, но, тем не менее, успешно удалось найти несколько вакансий, да, и наиболее интересной с точки зрения какой-то развития личности, да, оказалась именно журналистика. На мой взгляд, также это отличная возможность получить краткий курс на такую себе разведку боем о том, что вообще происходит в государстве. Ну, одним из телом двух зайцев приятно. Да, это очень интересно. Вы выше упомянули, что реализация вот именно журналистских возможностей, да, ну, реализовать себя как журналиста было бы невозможно в России. Ну, скажем так, не то, чтобы невозможно. Но потенциально опасно, поскольку, да... В свободной журналистике. Именно так. Мы же все видим там примеры дождя, примеры эхо Москвы. Это люди, которые делали, на мой взгляд, одну из самых интересных работ в Российской Федерации. Но после начала так называемой специальной военной операции все ужесточилось. И, к сожалению, там людей становится интересных в этой сфере все меньше и меньше. Кроме того, с учетом российских законов, можно, в принципе, даже безобидное достаточно высказывание притянуть к уголовным делам. Ну, а сами понимаете, в тюрьму-то не хочется. Это только какой-то очень идейный человек может туда пойти за свои убеждения. Обычному обывателю, знаете, как-то, ну, не особо хочется бы такого довольнения. Да, и многие независимые СМИ, они просто позакрывались и уже открываются, работают в других странах. Да, в других правовых режимах. Да, в других правовых режимах, при этом освещая события, да, в России. Знаете, хорошо, что такая возможность есть, но, тем не менее, все-таки, знаете, дистанционная журналистика – это что-то одно. Журналистика с места событий – это все-таки что-то другое. Конечно. Я не хотел бы умолить качество, да, работы редакций, которые перебрались в другие страны, но хотя бы с точки зрения скорости получения материалов и возможности прямого общения, так скажем, с участниками событий, это снижает качество журналистской работы. Еще известно то, что вы еще владеете языками, да, это испанский, норвежский, английский, ну и русский, получается, это родной ваш, да, и украинский. То есть это второй родной. Можно и так сказать, поскольку моя мама украинка и с детских лет, конечно же, посещал это государство, но как-то автоматически впитал в себя и этот язык абсолютно прекрасный, интересный. Ну, это здорово, в итоге получается пять языков, зачастую, например, для меня английский даже просто владеть в совершенстве английским дается очень сложным, ну, по крайней мере сейчас, на этом этапе. Есть какие-либо интересные инсайты, да, не знаю, вот ваши личные, может быть, как вообще удается владеть тремя иностранными языками, скажем? Ну, знаете, здесь секрет простой. В первую очередь вам должно повезти с родителями, потому что если бы в свое время, да, со второго класса меня бы не заставили учить английский язык, я бы его сейчас и не знал. Ну, естественно, не каждому так везет, поэтому, слушайте, есть такое выражение, да, порядок бьет класс, необходим порядок в изучении языка. В первую очередь я говорю о регулярности практики. Вот тут достаточно показательная история с испанским языком. Я начал его изучать во время карантина на пандемии, вот, и воспользовался приложением Дуалинга. Ну, оно бесплатное, позволяет тебе практиковаться, и, там, по-моему, в течение трех-четырех месяцев я каждый день решал, там, по пять-шесть уроков. Делать-то все равно было особо нечего. Вот, и таким образом получил какие-то базовые навыки. Дальнейший путь – это курсы. В частности, в России есть достаточно известный языковед Дмитрий Петров, который был по телевизору программу «Полигонт». У него есть курсы, там достаточно много языков, но в первую очередь, конечно, там английский, немецкий, испанский воспользовался услугами его центра. В принципе, за краткий срок и достаточно символические деньги знание языка подтянулось заметно. Уже после этого в течение, пожалуй, шести-семи месяцев занимался с преподавателем и в итоге сдал на сертификат. На данный момент у меня уровень B1, может быть, сейчас даже немного повыше. Очень помогает просмотр медиаконтента на испанском языке, естественно, с субтитрами. Тем не менее, это помогает оживить речь. Но это вам помогает именно в журналистике сейчас, во владении разными языками? Английского – несомненно. Потому что в журналистике ты сталкиваешься с необходимостью проверять информацию. Проще всего, конечно, работать с непереведенными источниками, потому что некоторые языки, они во многом иносказательные. Насколько я знаю, к кыргызскому это относится. Дальше с испанским не особо получается как-то работать, потому что, знаете, основные ньюсмейкеры, во всяком случае для Кыргызстана, они все-таки говорят на русском языке, в меньшей степени на английском. А к своему большому студу кыргызский я еще не выучил. Но, тем не менее. Я не сомневаюсь, что у вас это получится, учитывая склонность к изучению. Будем посмотреть. Будем посмотреть. Окей. Давайте поговорим, наверное, о свободе слова. Как вы знаете, у нас сейчас идет беспрецедентное давление на свободу слова. Копируются российские законы. Верно. Разрабатывается законопроект о иностранных агентах. То есть скопированный. Причем очень интересно, что депутат, который инициировал этот законопроект, все законопроекты, которые она копирует. Господа Нарматова. Да, она, получается, сдает свое здание в Аше посольству России. Это очень интересно. И это очень сильно бьет по свободе слова. И есть... Это угроза определенная. Ваше мнение по этому поводу. Как вы думаете? Знаете, здесь в первую очередь необходимо разобраться в целеполагании со стороны государства. Поскольку мы имеем перед глазами опыт Российской Федерации. Там были введены похожие законы. Надо понимать, какая цель власти в России. Это все-таки создание авторитарного режима для того, чтобы на момент правления текущей политической элиты выжимать максимум ресурсов из общества, создать порядок и прочие моменты, которые мы так любим. Тем не менее, с точки зрения какой-то долгосрочной устойчивости, эта модель работает слабо. И долгосрочная выжимаемость авторитарных режимов ниже, чем у либеральных, демократических. Просто почему? В вопросах взаимодействия государства и общества необходимы отлаженные каналы коммуникации. В том случае, если таких каналов не существует, или они работают с сильными искажениями в виде цензуры, каких-то редакционных ограничений, возникают моменты. Непонимание между обществом и властью. Честно говоря, в Кыргызстане понятно, к чему это может привести. У вас есть замечательная традиция весной выходить и активно проявлять свою волю. В России это на данный момент невозможно, поэтому здесь сравнивать эти моменты было бы не очень хорошо. Просто для меня удивительно, почему власти Кыргызстана хотят использовать российскую стратегию, имея уникальные конкурентные преимущества в виде демократии на таком пространстве, где его трудно себе представить. Да, постсоветский регион в этом смысле достаточно скуп на свободу слова. Да, но при этом мы знаем, что в России очень большие средства вкладываются в пропаганду, в манипуляцию массовую. И даже по социальным опросам мы видим, что люди действительно верят властям. И это очень удивляет. И как человек изнутри, как вы считаете, это на самом деле пропаганда действует на людей, либо люди из страха отвечают, что все хорошо? На самом деле проблема достаточно комплексная. С одной стороны, важно понимать, что Россия хоть и является в каких-то смыслах сверхдержавой с точки зрения обладания ядерным оружием, с точки зрения владения огромными ресурсами, и экономическими, и природными. Но все-таки само население Российской Федерации не обладает достаточным количеством доходов для того, чтобы, знаете, как-то задумываться о вещах, которые находятся наверху пресловутой пирамиды масла. У нас все-таки речь идет зачастую о там бытовухе, о банальном выживании. И у человека количество, так скажем, его внимания, его ресурсов времени сильно ограничено. Поэтому в информационный рацион человека попадает всяческий, извините меня, пропагандистский фастфуд. Таким образом, мне достаточно трудно обвинять большинство населения России в том, что они доверяют этому. Но, знаете, если бы у каждого было высшее образование, связанное с экономикой или политологией, и большое количество времени для того, чтобы рефлексировать на эти темы, наверное, все было бы иначе. Кроме того, да, конечно, момент страха присутствует. Вы же можете, да, допустим, на моем примере посмотреть. Я не занимался гурналистикой в Российской Федерации. Просто потому что, большой вопрос, а ты там сможешь стать профессионалом, или ты сможешь стать профессиональным уголовником за счет нашего законодательства? Ну или профессиональным пропагандистом. Ну, слушайте, это тоже определенный профессионализм. И, честно говоря, с этой точки зрения у нас журналистика работает достаточно профессионально, если ее рассматривать именно как машину пропаганды. Мне абсолютно понятно, почему такие огромные деньги на это тратятся. Потому что это, знаете, в том числе возможность не доводить ситуацию в стране до лишений силовым методом. Так что момент понятен. Грустно это, конечно, но, да, когда мы понимаем цели государства, нам сразу же становится понятно, почему происходят те или иные вещи. Спасибо. Все журналисты, когда приходят на работу, или когда начинают вообще трудовой день, они открывают информационные ресурсы коллег по цеху, да, и как вообще начинается ваш день? Какие сайты вы читаете, просматриваете? На самом деле все достаточно просто. У нас есть такая обязанность публикация утреннего материала. Соответственно, до 10 часов ты должен публиковать материал, который, скорее всего, будет являться перепечаткой. Соответственно, можно взять перепечатку более-менее с любого ресурса. Но у меня почему-то всегда открывается BBC на русском языке. Там я подбираю какие-то интересные вещи. В прошлом брал достаточно много информации по Украине. Потом расширил это до общемировых каких-то моментов. Вот это что касательно утреннего материала. Что же до моей оперативной работы в качестве новостного журналиста. В первую очередь обращаю внимание на 24-ку, на Акипресс. Честно говоря, тоже крайне интересный ресурс, потому что быстрота публикации новостей максимальная. Иногда попадают совершенно замечательные заголовки. Например, вчера пенсионер стал жертвой гоп-стопа. Я буквально цитирую. Или что-то в этом духе. Но с точки зрения информационной насыщенности портал крайне интересный. Ну и, конечно, нельзя обойти спутник и азотик. При этом, как ни странно, с точки зрения каких-то интересующих меня экономических новостей, спутник зачастую дает достаточно интересные данные и красивую аналитику. Но при этом с точки зрения обозревания каких-то общественных вещей и политических, конечно же, азотик гораздо серьезнее. Это основное, к чему я прибегаю. Я вообще хотела спросить у вас по поводу новых форматов журналистики. Возможно, вы заметили, что в Кыргызстане развиваются журналистские расследования, дата журналистика, фактчекинг, жанр медиакритика, когда мы делаем контент для своих, либо мы делаем анализ по языку вражды, по методам манипуляции, по нарушению метического кодекса журналиста и так далее. Как вы считаете, заметно ли вам, как человеку, извне эти форматы? Знаете, здесь не хочу кривить душой, потому что я все-таки кыргызстанскую прессу и журналистику ранее не изучал в таком формате, как сейчас. Но что видно уже сейчас, это разнообразие представленных изданий, мнений, ресурсов. Это совершенно замечательно. YouTube-каналов. Да, это правда. И здорово, что за счет тех направлений, которые вы перечислили, повышается качество журналистики, поскольку зачастую тот же самый российский контент хромает из-за определенной однобокости. С одной стороны. С другой стороны, многие, например, телешоу политического характера на центральных каналах смотреть абсолютно невозможно из-за постоянных этических нарушений. Вот там постоянно возникают какие-то скандалы. И, честно говоря, проблема в том, что людям это нравится. И, честно говоря, это здорово отвлекает человека от каких-то насущных проблем. Вот там можно взять, посмотреть Соловьева, обмазаться ненавистью ко всему миру. И вот хорошо. А с точки зрения смысла, то что вынес из этих передач? Мнение главного пропагандиста страны или одного из главных? Ну, информационная ценность в этом невелика. Поэтому очень здорово, что в Кыргызстане у человека есть возможность обозреть три-четыре разных мнения и, наверное, перейти к какому-то своему. Выводу, да? Да. На самом деле, нарушение этики и применение разных методов манипуляции и пропаганды у нас тоже очень хорошо применяется. К сожалению, и контент такой хорошо заходит, скажем так. Хорошо потребляемый для аудитории тоже, как вы сказали, отвлекает, не дает анализировать, при этом набирает просмотры и так далее. Такая проблема есть и журналистика в таком классическом понимании, она немножко свои эти четкие границы теряет. Ютуб-каналы у нас очень хорошо развиваются. Она в кыргызском языке набирает очень хорошие просмотры. Возможно, с точки зрения того, что существуют определенные манипуляции и пропаганда. И, знаете, конечно же, это явление неоднозначное. Представьте себе мир без пропаганды. Мы, во-первых, бы с ума сошли от скуки, во-вторых, это бы говорило о том, что на государство, как, наверное, самый мощный источник силы на определенной территории, просто выпало из конкурентной борьбы. И это тоже неправильно, поскольку, во-первых, свобода слова, она все-таки предполагает возможность каждого высказаться. А если там у нас применяется такая вот ложная либеральная форма «никакой свободы врагам свободы», но так тоже нельзя. Поэтому хорошо, что пропаганда есть. И еще лучше то, что, например, в Кыргызстане получается давать ей адекватный отпор. Это здорово. И я очень надеюсь, что народ Кыргызстана не потеряет возможность свободно высказываться и противопоставлять какие-то собственные силы политической элите. Ваши краткосрочные, долгосрочные планы на будущее? Ну, честно говоря, разобраться дальше в аналистике Кыргызстана я не вижу на данный момент какой-то возможности переместиться обратно, просто потому, что правила игры до сих пор достаточно размыты. Вроде у нас мобилизации нет, а вроде как она и не завершена. И так дальше, и так дальше. И, честно говоря, я не вижу большого смысла для любого здорового психологического человека, как-то играть в русскую рулетку с своей судьбой, с государством. Слишком много факторов неопределенности, которые не позволяют планировать даже там на следующую неделю. С этой точки зрения в Кыргызстане спокойно, свободно, а самое главное интересно. Поэтому, я так думаю, на ближайшие годик-полтора буду у вас так скажем наблюдать за информационным фоном. Безопасно, интересно, поэтому спасибо большое за такую возможность в Кыргызстан. Спасибо большое, Александр, что уделили нам время. У нас в гостях был Александр Канонников, журналист, экономист, релакант из России, а также научный публицист. Можно и так сказать спасибо большое. Да, и также с вами была Асельса Варунбаева. До скорых встреч. Всего доброго.